Проповедник 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 Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Проповедник». Сегодня у нас передача связана с музыкой, связана с стихами, и поэтому у нас в гостях известные, редко, правда, бываемые на Народном Раде, но желанная певица, композитор, поэт. А вот так громко, батюшка, меня объявляете! Певица, поэт, композитор, автор-исполнитель! Ну, это все одно и то, это синонимы, это синонимы. Это слишком громкие синонимы. Да, Александр Радин за режиссерским пультом, передача идет про Дыре Сергея Николаев. Край муха я узнал о том, что у Светланы вышел новый альбом, и просто не устаю поражаться, с какой скоростью ей это удается реализовывать свои, так сказать, творческие, можно сказать, это не планы, не думаю, что это можно как-то планировать. Это дело очень сложное. Но, тем не менее, плодовитость удивляет. Удивляет и, безусловно, радует. А я считаю себя больше лентяйкой, потому что мне кажется, что могла бы больше. Ну, для христианина это нормальное состояние. Укорять себя, считать себя грешным, это правильно. Слава Богу, значит, духовное здоровье пока в порядке. Ну, вот, значит, это альбом интересный. Интересен тем, что он посвящен русской эмиграции. Почему, значит, да, и что в нем, значит, звучат отголоски гражданской войны, тема потерянной Родины, ну, и другие. И вопрос у меня к Светлане. Светлана, почему, откуда возникла эта тема? Ну, во-первых, поэт Сергей Бехтеев, с которым у меня сейчас связана, можно сказать, и жизнь, поскольку в его имении с помощью моих зрителей мы восстанавливаем храм. Я прошу милостыню на концертах, и как бы это уже известный факт. Вот его личность, как личность белого офицера, вынужденного эмигрировать в советское время за границу, меня интересовала. И поэта. Прекрасного поэта. Прямо такой, хочется сказать, великого. В первую очередь, конечно, да, который очень любил Россию, и из десяти поэтических сборников семь назвал «Святая Русь». Вот. И еще мне попалось стихотворение, мне прислал один из моих соавторов, Мишель Лазарев из «Яшкоролы», прислал мне стихотворение, которое как-то легло мне на сердце, и родилась музыка. Но поскольку у меня диски как-то концептуально выстроены, ну, там, притчи или просто песни, то это было понятно, что тематическое. И я не знала, куда, или ее положить в стол, или дать ей жизнь. И вот как-то так «Песня за песней» стали… Что бы такую взять, вот, белогвардейскую тему? То есть песен-то, вообще-то, написано достаточно много, но они далеко не все. Не хотелось, конечно, повторяться, не хотелось. Хотя одна песня, все-таки, я думаю, мы сегодня ее в эфире покажем, на стихи Николая Туроверова, на известной стихи «Уходили мы из Крыма». Все-таки я рискнула сделать свою интерпретацию. Вот. Ну, Мариана Колосова, это вот как раз поэты-эмигранты первой волны, да, Владимир Смоленский, Валерий Перелешин. Вот. Есть и современные авторы. Моих там песни три только, где я и музыку, и стихи, в основном музыку. Так, ну что же, время-то у нас ограничено, конечно. Может, все-таки мы сразу наших радиослушателей познакомим, да, с какими-то… Может быть, песню Марианы Колосовой. Марианы Колосовой. «Лебединые перья». «Лебединые перья». Спотыкаясь, бреду без дороги я, Тяжела ты, путина моя. Говорят о любви своей многие, Но никто не жалеет меня. А дорога песками зыбучими Хоть бы смерть догнала на конец. Да еще на меня нахлобучили Медью кованный тяжкий венец. Кто помог бы, а с ношей уменьшенной, Да брела б до тебя моя Русь. Рождена ведь я все-таки женщина, Не под силу мне путь надорвусь. От людей оградиться бы келийкой, В свою душу поглубже уйти. Со своей собачонкою беленькой Разговоры простые вести. Песни бережно в сердце выношивать, Завести для советников плеть. Чтобы петь их, друзья, не по-вашему, А по-моему, мне бы их петь. Чтобы каждая песня без промаха Била в чье-нибудь сердце. И вот, вот тогда только майской черебухой Моя молодость в них расцветет. Спотыкаясь, бреду без дороги я, Тяжела ты, путина моя. Говорят о любви своей многие, Но никто не жалеет меня. Смотрит взори печальными взорами Лебединая светлая радь. Тяжело над чужими озерами Лебединые перья ронять. Смотрит взори печальными взорами Лебединая светлая радь. Тяжело над чужими озерами Лебединые перья ронять. Итак, сегодня на Народном радио у нас Светлана Копылова. Мы слушаем в её исполнении песни, ей написанные. Вот, и представляем новый альбом, который называется «Ностальгия». Альбом, посвящённый эмиграции. Ну, а мы сейчас вот вспомянули о Бехтееве Сергея Сергеевича, прекрасном поэте. А вот в альбоме же есть его и песня. Да, ну, а перед этим мне хотелось сказать, чтобы вы как-то сказали о храме, что там у вас нового, что происходит в Липовке, в имении Бехтеевых, какие там события, что у вас там интересного. Самое главное событие произошло в прошлом году. Владыка Никон, митрополит Липецкий, Задонский осветил, наконец, престол храма и храм. И как раз это случилось, как я мечтала, на 700-летие, со дня рождения преподобного Сергея Радонежского в прошлом году. Очень я хотела, были трудности определённые, пока нам один добрый человек по имени Андрей не пожертвовал крупную сумму, благодаря которой мы смогли все наши недочёты подтянуть. И 5 октября это случилось. Прекрасно, прекрасно. Значит, служба там идёт. У нас сейчас расписан полностью алтарь за лето. Сейчас, ну, у нас такая была проблема. Нам расписали алтарь и купол, но так получилось, что недобросовестно это сделали. Облетело. Плохо. Не облетело. Очень трудно было счищать. Мы всё счистили. Да, вот-вот-вот. Хорошие мастера были, видимо. Да, были мастера хорошие, то есть они сделали крепко, но очень-очень плохо. Очень плохо, и поэтому пришлось и потратить дополнительные средства, и нервы, и труды для того, чтобы всё это счистить. Но сейчас уже я недавно поднималась на леса и смотрела, как это будет здорово и красиво. В алтаре просто, там, куда можно женщине заглянуть и посмотреть, это очень красиво. Ну, что же. Московские мастера, кстати, расписывают. Поздравляю вам, поздравляю, поздравляю. Но с мастерами, конечно, непросто, они бывают всякие, бывают московские, бывают и не московские. Так и те были московские, причём друзья давние. Ну, они все московские хорошо пишут. Я, например, заказываю икону, когда мне нужно. Ой, какого нам Георгия написали. Он живёт в Рыбинске, и больше ни у кого заказывать я не буду. А вот я вам покажу Георгия Победоносца, которого она написала. Светлана, мы отвлеклись. Я, кстати, напомню, что мы в прямом эфире, можно нам звонить, телефон прямого эфира 629-0873, как обычно, код 495. Ну, и нам нужно время-то бежит, нам нужно слушать. И мы вспомнили о Бехтееве, у вас же есть песня на стихи Бехтеева. Она такая, она получилась, ну, такая необычная, и для меня необычная, и стиль необычный, однако это стихи Бехтеева, и так я их увидела. Ну, давайте, значит, как она называется? Сын Грома. Сын Грома. Ага, ну что ж, слушаем. Сын Грома. Я Божий гнев, я Божий пламень, небесной истины скрижаль. Моя душа тверда, как камень, и мой язык остер, как сталь. Я послан в мир для правды вечной, для обличения зол земных, Не верь я праздности беспечной вражды эпохотей людских. Я в мир иду, чтоб славить Бога, чтоб спать из мрака вновь и вновь, Того, кто в славу Чернобога распял надежду и любовь. Мне робость сердца незнакома, я не склоняюсь пред судьбой. В моих устах раскаты грома и моря гневного прибой. Меня купить бессильна слава, не размягчит мой дух слеза. В моей груди клокочет лава, в моих очах блестит гроза. Я чушь, сковарство и порока, мне зло и трусость не родня. Я голос вещего пророка, сын неба, моря и огня. Вот отчего я век гонимый, вот почему гласит молба, Что для людей невыносимы мои правдивые слова. И в злобе, ревности и пщенье, мой дар божественный клинья, Бросают яростно каменья, рабы, не вери я в меня. И в злобе, ревности и пщенье, мой дар божественный клинья, Бросают яростно каменья, рабы, не вери я в меня. Субтитры создавал DimaTorzok Хочу вас поблагодарить за ваше творчество Я практически на всех ваших концертах бываю Алло Да, очень приятно слышать А как вас зовут? Меня зовут Юрий Юрий, так Да Вот бы хотелось бы узнать Во-первых, будет ли презентация вашего альбома в Москве? А как же, конечно Или уже был? Нет, будет, будет На Казанскую Божью Матерь будет На День Независимости И второй вопрос Продолжительность вашего концерта Потому что мы живем в Подмосковье Чтобы успеть Начало в 5 часов, я думаю, вы успеете 3 часа у нас идет концерт с перерывом Иногда кажется, что это очень много Но потом оказывается, что этого очень мало А вот в этом презентации будут какие-то новые старые песни Которые вы... Или же будет все новый альбом? Ну, я думаю, что, конечно, мы будем разбавлять старенькими, любимыми песнями Но мне хочется больше сделать акцент на новых все-таки песнях Я понял Спасибо вам большое за ваше творчество Надеемся, вас еще раз увидеть, услышать в этом году в Москве Спасибо вам, спасибо вам Поэтому обязательно придем всей своей семьей Спасибо вам Спасибо, спасибо за звонок У меня тоже есть вопрос к Светлане Вот такой характер этой вот последней песни Ну, я так не могу сказать, что он напоминает рок такой Но она достаточно быстрая, темпераментная Очень молодежь любит А, ну вот У меня вот Крестник тоже, с удовольствием прямо ее слушает А вообще часто приходится непосредственно перед молодежной аудиторией выступать? Или в аудитории смешанной бывает? В основном смешанная, конечно, аудитория Но вот не так давно мы посетили Якутию И выступали там в техническом училище в Мирном Там была одна молодежь, ребята, девчонки Ну и как они? Ой, они так свистели в конце Ну не освистывали В хорошем, да Очень многие приехали в это училище Они там живут Приехали из разных уголков, самых дальних И для них вообще прийти на концерт Исполнительницы это событие А тем более услышать то, что как бы они Я не знаю, где они могут это еще услышать Но эта тема, естественно Произвело впечатление Не хотели расставаться Очень бурно аплодировали Так что, да, и на эту песню в том числе Ну а кроме свиста Слезы были А слова-то были какие-то? Слова были, подходили потом Они в конце, да Ну вообще меня радует батюшка, что еще дети очень любят Дети, вот если вы придете ко мне на концерт четвертого Я вас приглашаю У меня даже билетик для вас есть Спасибо То вы увидите, сколько детей будет выходить на сцену с цветами Но это постоянно Ощущение, что мы на детском утреннике Да, это очень важно Да, и многие сейчас подходят и говорят Мы выросли на ваших песнях Да Я думаю, ой Кстати, в этом году, в этом сезоне вернее Десятилетия я отмечаю Своей творческой деятельности Да, и вот как раз У меня тоже какая-то мысль была Спросить Потому что мне казалось, что уже, да, где-то Мы довольно давно уже знакомы Довольно давно на Народном радио встречаемся Вот, ну что же, прекрасно Значит, дело было в Якутии Ну там же ведь холодно очень Но мы уезжали, было минус 16 Да Но встречали тепло Встречали тепло, да Слава Богу, как хорошо И молодежь, конечно, это главное для нас дело Воспитание И нужно, чтобы она тоже слышала Не только то, что она слышит обычно Вот, а где еще это можно услышать Как не в живьем на концерте Ну или на Народном радио еще, может быть, да Бывает иногда Почти живьем, да Да, ну а где еще, где еще приходилось встречаться Куда приходилось ездить вообще География-то, наверное, большая Ну в сентябре мы были в Германии Франкфурт, Гамбург Недавно совсем Недавно, да Недавно, да, да Вот мы открыли сезон, можно сказать, в Германии А летом нам довелось побывать даже в Донецке На Петра и Павла Даже в Донецке Ну давайте по порядку А что было в Германии? В Германии В Германии Мы выступали перед русскими Немцы не приходят, нет? Немцы не приходят У меня был один опыт с немцами Это было давным-давно, когда у меня только вышел первый альбом Дар Богу В Мюнхене дело было Какой-то небольшой зальчик И там сидели одни немцы Но перед каждой песней заранее Очень хороший один переводчик Сделал литературный красивый перевод каждой песни И перед моим выступлением он рассказывал О чем будет речь идти Они с таким интересом слушали Потом бросились диски покупать Интересно Как ни странно Да, интересно Ну, слава Богу Вот Я напоминаю, что у нас в гостях Светлана Копылова Можно нам звонить Телефон 629-083, код 495 Ну, значит, какие же песни мы будем слушать? А давайте послушаем про коня На стихи, как раз известной стихи Николая Туроверова Песню даже группа Люба исполняла Ну, давайте Уходили мы из Крыма Среди дыма и огня Я с кормы все время мимо В своего стрелял коня Я с кормы все время мимо В своего стрелял коня А он плыл из немогая За высокой кормой Все не веря, все не зная Что прощается со мной Сколько раз одной могилы Ожидали мы в бою Конь все плыл и теряя силы Веря в преданность мою Конь все плыл и теряя силы Веря в преданность мою Мой деньщик стрелял не мимо Покраснела чуть вода Уходящий берег Крыма Я запомнил навсегда Уходящий берег Крыма Я запомнил навсегда Итак, у нас на звонок Слушаем вас Алёна Здравствуйте, Светлана Здравствуйте, назовитесь, пожалуйста Алёна Алёна, очень приятно Здравствуйте, Светлана Здравствуйте, батюшка Светлана, очень любим ваши песни С всей семьёй И плачем, грустим И радуемся одновременно Всегда стараюсь Приподносить в качестве подарков Билеты на концерт Своей маме, своим родственникам Которые очень довольны Огромная благодарность вам За ваше творчество За ваши песни Просто нижайший поклон В предыдущем телефонном звонке Я слышала, что у вас будет концерт В Москве А когда и где можно будет Приобрести билеты? И где он будет? Четвёртого ноября на Казанскую В концертном зале Королёвский Но я сейчас не могу использовать это время Для того, чтобы объяснять, где билеты Единственное, могу сказать Короткий телефон 905-55-95-00 И там вы сможете узнать всю информацию Или через сайт, через мой зайти Там тоже есть информация 905-55-95-00 Да Спасибо вам Да, спасибо за добрые слова Вот Я слышал, что вы в этом году Были на Донбассе Это очень интересно Это очень интересно Наверное, это очень важно Для донбассцев Почувствовать помощь Такую духовную поддержку Ну, начнём с того, что Я не так просто решилась на эту поездку Да Потому что мне было страшно Мне реально было страшно Что? Убьют? Боялась, что убьют А я не успею всех песен спеть Записать Да Ну, может, потому Господь и сохранил Ну, я потом подумала тоже Что, чего бояться Если, может, и кирпич на голову свалится в Москве Правильно? Да Ведь всё же Всё в руках Господа Поэтому стоило мне побороть свой страх И поехать Как тут же Господь меня утешил тем, что Я поняла, насколько Важен этот концерт был Всем тем людям, которые пришли Насколько важен Потому что Вот именно такая поддержка им была нужна И необходима И они об этом высказывались И это такое, знаете Ну, это проявление такое Настоящее Духовная, гуманитарная помощь Если так можно сказать Я не знаю Хотя не так было просто Мы прилетели в Ростов-на-Дону Оттуда Нас забирали на машине Когда мы стали проходить Вот эти вот все кордоны Там всё стало усложняться И долго мы стояли И когда мы наконец прошли С нами сел человек Который положил между мной И собой автомат И когда мы въехали Наконец в Донецк Это было уже 10 вечера Хотя мы вылетали ранним рейсом Весь день добирались Поразило то, что Дома в городе Практически были все не освещены По 5-6 окошечек Только горело В 10 вечера Это что, потому что уехали? Уехали Улицы пустынные Воскресенье тоже Концерт был в воскресенье На площади Никого Один фонтан бьёт И ночью, конечно, тоже было страшно Потому что нам сказали До центра не долетает Нам сказали Но было слышно так Как будто новогодняя ночь И автоматные очереди И разряды Мы пришли в ресторан поужинать После длительного перелёта Переезда Заходим Посетители все в камуфляже С оружием Мы одни там такие были Мирские Вообще как-то диковато Странновато Всё это было Волнительно Но После концерта Конечно, всё это Не знаю, куда ушло Несмотря на обессонную ночь До 6 часов не смолкали залпы И когда мы уехали Буквально на следующий день В центре Про который нам сказали Что там безопасно Расстреляли По-моему Секретаря Или помощника Главы Да Да И депутата Какого-то То есть Была какая-то группа Да Диверсантов Я подробности не знаю Я в интернете прочитала А концерты где проходил Господь Миловал Концерт проходил В филармонии Я там неоднократно выступала И донецкие Зрители меня любят Ну а контингент там-то сейчас какой В основном Молодёжь Пожилые люди Молодёжь Ну пожилые, конечно, тоже Женщины Был молодой человек Без ноги Я спросила Где потерял ногу Он говорит Да где здесь Говорит Потом Были люди В форме Один вышел ко мне на сцену И снял с себя Наградной значок И прицепил меня на Ремень гитарный Так он там и висит Я его не снимаю Ну это очень Так как-то Трогательно 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 Ну так а что же Вот У меня, кстати, в этом альбоме Даже есть песня На украинскую тему Я хотела её сегодня представить Называется «На наши довраги» Стихи Случайно мне попались В фейсбуке Стихи Московской поэтессы Натальи Лесковской И как-то сразу-сразу Они меня зацепили И я пошла к себе в комнату Взяла гитару И очень быстро Прям совсем быстро Написалась музыка И Наталья тоже обрадовалась Согласилась Чтобы я издала эту песню И я предлагаю её послушать Кстати, тоже мы её пели там На Донбассе Давайте послушаем Да, слушаем Слушаем Как сошлись однажды Наши-то враги Призывает каждый Боже, помоги Все несут иконы Крестятся пучком Все кладут поклоны Падают ничком Автомат заряжен И развернут флаг Наши в камуфляже В камуфляже враг Если глянуть с неба Как одна семья Что вам, мало хлеба Люди братовые Нет ли в реках рыбы Зверя нет в лесах Щей на печке Либо Солнца в небесах Не сыскали слова Чтобы мир сберечь Чискинчила сьмова А лисякла речь Голубые очи Светлые чубы И никто не хочет Рано лечь в гробы Взоры бездонно кори Волосы, как смоль Всем одно мытарить Всем единоболь Завтра снова битва Затишь недолга Слышится молитва В лагере врага Наши в храмах тоже Наших не сломать Вот кому ты, Боже, будешь помогать Помогать Итак, в эфире передача проповедник У нас в гостях Светлана Кобылова Мы слушаем песни из ее нового альбома Которая называется «Ностальгия» Посвященный иммиграции Юбилейный 15-й 15-й альбом Вот это да Мы поздравляем Батюка, я не слишком хвостунишкой выгляну Ну это пусть отец Артемий разбирается У нас есть звонок Алло Благодарите, батюшка Сергия, Людмила Благодарите, Людмила Здравствуйте, Светлана Здравствуйте Это Людмила Алексеевна Я хочу вас поблагодарить за все ваше творчество Оно близко нам И вот хотела отдельно поблагодарить за песню про коня И вот я, когда слушаю эту песню Всполнение группы Любе Я всегда плачу И вот когда я сейчас вас послушала Опять плачу внутри Потому что еще раз убедилась, что Автор стихов в Туроверах Он же все это прожил И душу свою вложил в эти стихи Поэтому это невозможно слушать Даже вот то, что это Вы сочинили новую мелодию А все равно эта тема Она не может не волновать И поэтому я очень благодарна, что вы написали на эти стихи Песню Не вывоялись конкуренции Я ее очень приняла сердцем Можусь за вас каждый день Помоги вам Господь Спасибо Господи Но стихи все-таки первичные Мне кажется Вот в таком творчестве Как мое Стихи первичные Ну, да, да Музыка, конечно, немаловажная Было бы плохо, если бы все на один мотив, допустим, было Да, потому что, конечно, здесь прежде всего текст Текст И мы, слава Богу, видим, что здесь Такое обширное, можно даже сказать, и богословие Но, во всяком случае, тематика такая православная, разных совершенно сторон, разных оттенков жизни Это очень важно Поэтому, действительно, жизнь православных христианин, она затрагивает и всего его внутренний мир И не может он находиться внутри себя Всяком случае, он должен проявлять себя как гражданин, безусловно Ну, вот, и если у него, данным от Бога, талант, то, конечно, он не может Знаем эти слова, закопать его в землю Ну, а с чего все-таки вообще все это началось? Вот этот вот Ну, это была песня, стихи у прострельной иконы Но я очень боюсь, что мы можем их уже, наверное, не успеть показать сегодня Ну Сколько у нас? Ну, у нас есть еще минут 8 Вот, значит Ну, что, ее тогда? У прострельной иконы? Ну, если звонков нету На стихе Мишеля Лазарева из Яшкаралы С которым мы написали вместе фляжку Вот, я пришел Да Еще одну песню Забыла, как она называется Ну Ну Какую мы слушаем? У прострельной иконы Давайте, с которой все началось, да Да Почему до сих пор я жива? Обращаюсь я к Богу с вопросом Был изрублен рояль на дровах Озверевшим от водки матросам Вся в огне православная Русь И в крови золотые погоны День и ночь на коленях молюсь У простреленной кем-то иконы Как мне вынести этот кошмар Униженье, позор, злые шутки В нашем доме живет комиссар Книги порваны на самокрутке Опустел разворованный храм А по улицам ходят отряды И разносится плач по дворам И стрельба у тюремной ограды Стал чужим навсегда Милый дом Дворник ходит в отцовской жилетке И сгорел наш семейный альбом На костре разведенном в беседке Забивают парадную дверь Словно гроб возле края могилы Мама, что же нам делать теперь? Боже, дай нам смиренья и силы Позабыта людьми доброта Нет царя на престоле, как прежде Только светлая вера в Христа Не позволит угаснуть надежде Возродись, православная Русь Вспомни веру и Божьи законы О тебе я сердечно молюсь У простреленной кем-то иконы Возродись, православная Русь Возродись, православная Русь Вспомни веру и Божьи законы О тебе я сердечно молюсь О простреленной кем-то иконы Итак, вы слушайте передачу Ну, начинала, скажем так Ну, кроме своей актерской профессии Я начинала песенные творчества С эстрадной песни Звезды эстрады пели Песни на мои стихи Кристина Рыбакайте на стихи, на музыку И когда я стала писать уже вот такие песни После, так скажем, появления в моей жизни Моего духовного отца Как-то так сразу все перещелкнуло у меня И полились совершенно другие песни И я, ну, не то что по привычке Но я как-то не могла себя Представить в роли исполнительницы И я стала эти песни предлагать Духовным нашим исполнителям Но почему-то никто не отозвался Вообще? Вот удивительно, никто не отозвался И тогда мне пришлось самой Мои друзья в прямом смысле Меня выталкивали на сцену Говорили, пой, записывай И так вот родился первый альбом Но удивительно то, что известная И потрясающая Валентина Толкунова Народная артистка Услышав мои песни Вдруг изъявила такое желание Их исполнять К сожалению, к большому Мы не можем вам показать Нашим дорогим радиослушателям Потому что нет аудиозаписи Но есть видеозаписи этих песен И репетиционные моменты И концертные кусочки Кстати, мы сняли фильм А сейчас очень многие Исполняют мои песни Недалеко, как сегодня ночью Мне прислали Тоже видеосюжетик С песней С одной моей Причём поэт молодёжь Да, девочка молодая Но правда, немножко она исказила Там мелодию Она немножко Как-то в дворовом таком стиле Зазвучала Но, тем не менее Не так давно мы выступали В Курске На фестивале И там молодёжь Парни, девчонки Исполнили мою песню Бог России, Соловьи Но настолько здорово Они это сделали Они разложили по голосам И она совершенно по-иному Зазвучала Вот это очень ценно Вот когда у песни Есть различные звучания И их можно Я поняла, что у них жизнь Жизнь есть Значит, люди её Воспринимают Своей душой И, естественно, по-своему Её поют А сейчас уже и последователи У меня появились Вот из Саратова Мальчик, допустим Как его зовут? Максим Максим Соколов Он уже первое место На фестивале взял Ну, что же, Светлана К сожалению, вот время нашего эфира Истекло Я напоминаю, что у нас в гостях Была Светлана Копылова Чьи песни Из её нового альбома Мы сегодня слушали Мы благодарим за то, что она у нас была Желаем ей здравия Спасения Во всем благого поспешения И, конечно, новых песен Вот, а сейчас Мы прощаемся Вот Ну и под конец Слушаем песню На стихе Людмилы Кудрявиной Которая называется Я поеду на север Я поеду на север Куплю ожерелье из кости Утончённой работы Весёлой ажурной резьбы Я поеду на север Где реки позёмка заносит Где морозы стучатся В продрогшие стены избы Я поеду на север Где реки позёмка заносит Где морозы стучатся В продрогшие стены избы А жерелье свое я надену под самые святки Белоснежные листья и птицы застыли среди них И по старой причуде своей замечательной бабки Я не буду гадать, не стоит ли за дверью жених И по старой причуде своей замечательной бабки Я не буду гадать, не стоит ли за дверью жених А когда я сниму, а жерелье ничто не исчезнет Будет стынь за окном, будет мама у печки сидеть Я отдам его маме, и пусть его мама наденет И из печки достанет пирог, чтоб мне руки согреть Я отдам его маме, и пусть его мама наденет И из печки достанет пирог, чтоб мне руки согреть Я поеду на север Где на старых салазках Катается гостья зима